Мы читаем книгу пророка Иоиля в рамках проекта «Экзегет». Я читаю свой собственный перевод, Андрей Десницкий. И сегодня четвертая глава, последняя в этой книге. Она подводит некоторый итог. Прошлое третье мы с вами читали, она была полна таких загадочных ярких пророчеств о некотором особом излиянии духа, о том, что весь народ Израиля будет от мала до велика пророками. То есть этот народ не просто избранный, но он уже целиком пророческий. А и в четвертой главе говорится о том, как другие народы к этому отнесутся, а еще точнее о том, как Господь отнесется к другим народам по итогам вот этой международной обстановки, которая была во время бедствия. Я напомню, мы обсуждали, какое бедствие не очень понятно, то ли нашествие вражеского войска, вероятнее всего, ассирийцев в восьмом веке, но совершенно не обязательно именно их. То ли нашествие саранчи, то ли еще одновременно голод, то ли вообще какое-то бедствие масштаба всей планеты. Ну, когда все плохо, да, и как себя ведут другие народы, и что это для них означает. «Вот в те дни, в то самое время, когда я возвращу благополучие Иудеи и Иерусалима, или верну пленных, там слово можно и так, и так понять, то есть изгнанники, тогда это уже плены, ассирийские или вавилонские даже. Я соберу все народы, приведу их в долину Ерошафат, а Ерошафат означает «Господь судит», да, то есть долина суда. Это, скорее всего, не географическое место, такое понятие общее. «И буду там с ними судиться о моем народе, моем наследии Израиля, рассеянном среди других народов по земле». Мой народ, мое наследие, то есть Господь говорит, что из всего человечества именно этот народ является в особенном смысле его, то есть все люди ему так или иначе подчинены, все люди зависят от его воли, но есть один единственный народ, который его принимает как царя. И, соответственно, перед Богом потом отвечает за то, как вели себя по отношению к этому народу все остальные. Народ мы не делили, бросая жребий, мальчика отдавали за блудницу, ну что значит делили, бросая жребий, когда захватили добычу, да, там же все поровну не делится. Один там украл, ну не украл, захватил на войне рабыню, а другой там коня, да, это же не одинаковые вещи, значит, надо бросить жребий кому что. Или там рабыня старая и молодая, тоже поровну не поделишь, да. Делили, бросая жребий, мальчика отдавали за блудницу, девочку продавали за виной и напивались. Ну поделили по жребию, а потом что происходит? Перераспределение. Кто-то хотел блудницу, а получил мальчика. Ну зачем ему мальчик, он блудницу лучше поменяется, или там девочку дали, а он выпить больше любит, значит, поменялся нужно вино. И это вот, не очень важно, что на что там меняли и по какому курсу, да, сколько вина дают за девочку, интересно. Нет, это о том, что народ становится просто источником дармового обогащения. Когда люди живые становятся просто активом для кого-то. Ну а вы, Тир и Сидон и все Ферестимские области, отплатить ли мне хотите? Если уж вы мне воздаете, то я куда как скоро наведу возмездие на головы ваши. Что за странное отплатить возмездие? Ну это торговые области, кстати, Тир и Сидон, поэтому такая торговая терминология отплатить, возмездие. Но возмездие это и есть расплата, да. Кто-то что-то сделал, получил потом за это деньги. Или кто-то что-то сделал, получил потом за это наказание. Вот, и зачем они хотят отплатить? Наверное, какие-то свои счеты к Израилю и предъявляя эти счеты, они как бы заставляют Бога платить по этим счетам, да. Куда как скоро наведу возмездие на головы ваши за то, что вы брали мое серебро и золото и несли драгоценные сокровища мои в ваши храмы. Вероятно, имеется в виду то, что они захватывали храмовую утварь, да, вот какие-то сосуды. Они ценные из храма в Иерусалиме, соответственно, их делали своими в языческих храмах. Но есть вторая драгоценность после храмовой. Сынов Иудеи и сынов Иерусалима продавали вы сынам греков, уводя их прочь от родных пределов. Продавали в рабство, конечно, и вот работорговля есть, по сути дела, почти то же самое, что святотатство, да, когда человек, несущий на себе образ и подобие Бога, продается как предмет. «Но я верну их из мест, куда вы их продали, обращу возмездие на головы ваши, придам ваших сынов и дочерей в руки сынов Иуды, они их перепродадут с Собейным, далекому народу». Собейни, скорее всего, это юг Аравийского полуострова, там примерно где Йемен сегодня. Ну и, соответственно, вы грекам, а эти в другую сторону. Греки – это северо-запад, Собейни – это юго-восток, противоположное. Ну и, конечно, равное возмездие. В Ветхом Завете только так и бывает. Там о прощении, о примирении, вот без этого возмездия речь практически не идет. «Возвестите об этом среди народов, объявите священную войну, пробудите богатырей, пусть все воины выступят в поход». Значит, израильское воинство, оно не просто идет войной, но это священная война, да, это вот месть этим окрестным народам. «Перекуйте плуги на мечи, а садовые ножи на копья». Но мы встречали обратное у Михея и у Исаии, когда, наоборот, перековывается меч на плуг, лемех плуга, да, такое железное приспособление. Он, в общем, в принципе, той же формы, что и меч, только изогнут, его перековать легко. И нож садовый на палке, чтобы там срезать какие-то сучки или плоды собирать. А из него легко сделать копье, оно тоже на палке, и примерно того же объема. И, соответственно, в мирное время перековывают мечи на плуге, на орала, по-церковно-славянски. А в военное время, наоборот, плуги или орала на мечи. «Перекуйте плуги на мечи, садовые ножи на копья, и пусть слабый зовет себя богатырем. Спешите, окрестные народы, сходитесь, веди туда, Господи, богатырей своих». Ну, то есть, призыв к бою. «Пусть поднимутся народы, пусть ступают в долины Гошафата, ибо там сяду я судить народы всех краев». Вот это место битвы, оно одновременно место суда. «Протяните серп, созрел урожай, ступайте топтать виноград, да виль не полны». То есть, топтать виноград, чтобы сделать вино. «Сок течет через край, так велики их злодейства». Вот этот образ вина, текущего через край, вино похоже на кровь, оно похоже, конечно, на то, что вот кровопролитие переливается, разливается, вот распространяется все дальше и шире. «Толпы, толпы в судной долине». Это уже, собственно, Ихушафат становится местом, где вот это все собирается. «Судная долина», долина, где должно быть вынесено какое-то решение, потому что вот все это уже дальше терпеть невозможно, уже переполнилась чаша гнева. Образ тот же, что переполняющийся до вильни, и что-то должно произойти. «Солнце и луна померкнут, сияние звезд погаснет», и Аиль об этом уже говорил в предшествующей третьей главе. «И тут Господь возгремит с Сиона, голос его придет от Иерусалима, содрогнется небо и земля, но Господь будет прибежищем для своего народа твердыней для сынов Израилева». То есть, все эти бедствия, все эти безобразия, которые будут происходить, они не коснутся израильтян, и вот священный центр Иерусалим, он устоит во время всех этих бурных событий. «Тогда узнаете, что я Господь, Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе моей, тогда станет Иерусалим святыней, не войдут уже в него чужеземцы». Соответственно, смысл этих событий в том, чтобы другие народы признали Бога Израиля единственным, действительно, Богом, и в том числе своим собственным. «И будет тот день, горы будут сочиться молодым вином, с холмов потечет молоко», то есть не просто урожай будет, да, там в начале книги не урожай, здесь, ну, такой обильный урожай, что как будто уже сама земля поет людей медом и молоком. «Пересохшие русла в Иудее наполнятся водой, без нее, конечно, тоже жить нельзя, а в доме Господнем забьет источник и напоит долину Акаций». Не знаем точно, что за долина, но какая-то долина, может быть, воды там не хватало в то время. «Египет придет в запустение, станет и дом сухой пустыней». Вот именно с Иудеей все хорошо, а другие более богатые, особенно Египет, страны, они будут заброшены. «За насилие над сынами иудеи, чью невинную кровь они у себя проливали, но в Иудее будет жить вовек, в Иерусалиме из рода в род». То есть, некоторые месть с другим народом, но месть заключается в том, что у них все плохо в Иерусалиме, в Иудее все хорошо. Такая, может быть, очень простая картинка, в этом смысле такая, очень ветхозаветная. И завершение книги «Невинный сочту пролитую кровь, которую прежде не считал невинной». А может быть, здесь немножко другой смысл, если конъюнктуру добавить, чуть-чуть изменить кое-что в тексте. «Отомщу за невинно пролитую кровь, за которую не мстил прежде». То есть, это больше вписывается в контекст. Вот проливали кровь моего народа, я за нее отомщу. Но можно понять и как признак прощения. То есть, что былые преступления будут прощены, эта кровь будет уже не считаться обременением, не будет отягощать их. Совесть не будет, собственно говоря, вменяться им преступления. Господь будет обитать на Сионе. Последнее обещание, собственно говоря, Сиона – это, конечно, холм в Иерусалиме, где стоял храм. И он будет присутствовать в этом храме. Вот книга Иоиля, которая начинается с нашествия Саранчи или враждебного войска, заканчивается миром, благополучием. Причем таким миром, который даже трудно выразить обычными образами и словами. Нужно говорить о том, что сам Господь присутствует на своей святой горе. И это была книга пророка Иоиля. Продолжение следует...